Ну что же, поехали. Короткий обзор по биткоину, дисклеймер, не финансовый совет. Всем привет, друзья. Вы на канале CryptoCommons. Итак, что мы видим по биткоину, по нашему любимому скринеру TRDR, который показывает нам все крупные заявки со всех спотовых бирж. Мы видим следующее, что биткоин зажался в симметричном треугольнике. Посмотрите внимательно. Мы с вами выросли, помните, да, сначала на 62, 63 тысячи, потом мы подросли еще немного на 68 тысяч, 69. Здесь у нас появился сильный продавец, помните, да, вот эти желтые большие сигналы наверху означают, что здесь было много лимитного продавца. Потом у нас был также сильный сквиз здесь, сильный, достаточно сильное резкое падение на 15% буквально за час. Это, в принципе, была первая такая серьезная медвежья свечка, если вы посмотрите. И у нас больше пока даже таких свечей еще не было, то есть, как бы, они обязательно будут. Вот, но пока, скажем так, это была единственная более-менее серьезная медвежья свечка. И она-то мое внимание и привлекла, если вы помните тогда. Я говорил вам, что здесь, ребята, будьте осторожны, это уже очень сильный уровень. Как минимум нас здесь ждет флэт. А как максимум также имеет смысл ожидать неплохой коррекции. И вот, что мы здесь видим, посмотрите. С тех самых пор мы видим флэт, ребята, мы видим флэт уже на протяжении месяца, даже чуть больше. С начала марта и вот сейчас уже идет скорость середины апреля, мы все еще стоим на этих уровнях. Да, мы здесь ходили чуть-чуть выше, на 74К у нас был all-time high новый по биткоину, да. Здесь нас тоже чуть-чуть продали. Потом мы сквизили вниз, нас откупили по 60 с копейками, да. Вот, и что мы теперь видим, друзья? Мы видим то, что биткоин зажался в этом всем своем прекрасии и безобразии для кого как. Биткоин зажат в симметричном треугольнике, друзья. Вот по этим теням, если мы проведем линии, то мы видим, что биткоин зажат у нас с вами в треугольнике. Треугольник является симметричным, то есть он не восходящий у нас и не нисходящий, посмотрите. В этом треугольнике, соответственно, у нас появляется нисходящее сопротивление продавца и восходящая поддержка покупателя. И что примечательно именно сейчас, друзья, что вот мы как раз снова подошли к верхней границе этого треугольника, этого сопротивления. И также к верхней границе горизонтального канала, который мы только что обозначили. Ну, тут, конечно, другой уже вопрос спорный. Здесь было много продавца, но также продавец был и выше. Поэтому вы можете согласиться, что горизонтальный канал можно построить, ну, как-то вот так хотя бы. Тогда в таком случае мы еще не дошли до блока продавца по горизонтальному каналу. Но, честно говоря, в тренде я больше люблю не горизонтальные уровни, а восходящие и нисходящие, то есть трендовые. Вот у нас с вами трендовая поддержка повышается, трендовое сопротивление понижается, контртрендовое, точнее. Контртрендовое, потому что тренд бычий в моменте. И, значит, что здесь примечательно, друзья? Конечно же, никто не знает будущего и точно, куда сейчас пойдет цена. Но что мы можем уже с уверенностью говорить, это то, что это сильный уровень, куда мы сейчас пришли, от которого как минимум можно ждать какой-то реакции. Давайте приблизимся по стаканам, посмотрим, что мы здесь видим. Кстати говоря, даже на таком отдалении мы видим, что у нас с вами цену уронить сейчас гораздо легче на 60 тысяч, посмотрите, здесь всего 500 миллионов заявок, чем пропампить, скажем, даже на 75 тысяч. Там те же 500 миллионов заявок стоит. Поэтому продавца много, на самом деле. Посмотрите, лимитного продавца и на Binance, и на Bitfinex, и на Okix, и на Huobi, и на всех крупных биржах. Очень-очень много, на самом деле. Поэтому ничего страшного. Да, если мы посмотрим вот так, то тут вообще один продавец. Посмотрите, тут вон люди хотят продавать биток по миллиону долларов, по 100 миллионов долларов, по миллиарду долларов. Я не знаю, на каких биржах такие заявки дают поставить. Мне кажется, это вообще какой-то бред. Напишите в комментариях, знаете ли вы биржи, на которых можно поставить заявку, чтобы продать биткоин по миллиарду долларов. По-моему, такого просто не бывает. Но я могу ошибаться. Вот, и здесь очень мало, смотрите, покупателя по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 долларов за биткоин. Ну ладно, это скорее больше стеб. Но, кстати, скринер реально охрененный. TRDR, если вы все еще до сих пор его не подключили, ребята, это не реклама никакая. Это просто мой вам совет. Реально, вот, не финансовый, конечно, но совет. TRDR стоит всего 300 евро в год. Оплачивается любой криптой. Как его настроить, у нас есть подробное видео. Точнее, это был стрим, но, в общем, оно выложено как видео на канале. Ссылка сейчас появится сверху, если не заглючит ютубчик. И вы можете найти всегда это в описании, друзья, как и сам TRDR. Крутите вниз видео, обязательно, конечно же, ставите лайк. И находите ссылку как и на сам сервис TRDR, так и на полное видео, как его настроить, ребята. Вот оно выглядит вот так вот. Настройка TRDR. И вот так вот выглядит ссылка на этот замечательный сервис. Так вот, если мы здесь с вами приблизимся вот таким вот образом, то что мы здесь видим? Да, здесь более подробная елочка. Мы видим, что по 69 700 в моменте сейчас готовы скупать биткоин более-менее. И то это на Bitfinex. Видите, зеленая биржа это Bitfinex. Ну, кстати, это одна из старейших бирж, где реально толкают цену биткоина все еще. Это самая аффилированная биржа с Tether, чтобы вы понимали с этим панамским картелем. Вот, но по 70к тоже продают нас. Посмотрите, прямо сейчас нас продают. Вот, поэтому мое дело простое. Я увидел, решил с вами поделиться. Вы, конечно же, сами смотрите. Но я думаю, что как минимум здесь на таких уровнях имеет смысл забирать прибыль, если она у вас есть. Из лонга, конечно же, я имею в виду. И если вы это дело шортите, ну, можно на свой страх и риск пробовать. Только стоп ставьте, потому что шортить бочеринок опасно. Стопы ставьте, зависит от вашего плеча. Если у вас небольшое плечо, в принципе, вы можете поставить стоп и за хай, на 75к куда-нибудь. Но другое дело, что если мы пойдем наверх, то его вынесут, и вы потеряете вот столько денег. Соответственно, если вы трейдите этим скальпите в большом плече, ну, ставьте стоп хотя бы вот сюда, за 71500, за вот предыдущего продавца. Ну, его тоже, соответственно, смогут вынести, и потом без вас цена развернется и упадет. Значит, я сам лично тоже больше за локальный шорт, друзья. Но при этом за глобальный лонг, как вы, наверное, уже поняли. Или если вы зашли впервые, я просто скажу. Я один из самых крупнейших быков на этом рынке. И я жду биткоин не то, что по 100 тысяч долларов. Я и по миллиону долларов его жду, и по 100 миллионов долларов. Только вопрос, в каком цикле. Наверняка, конечно же, не в этом. В этом цикле, я думаю, что мы легко можем увидеть цену и в 250, и даже выше. С учетом денежной массы, ребят, которую вбросили где-то x5 за последнее вот отсюда, вот с ковида. Чтобы вы понимали, долларов в мире стало больше примерно в 5 раз, чем было до этого. То есть, грубо говоря, еще больше их напечатали, чем за прошлые 100 лет. Поэтому, конечно же, тут не то, что 69 не приделали, там 100 или 200 тысяч не приделал. Тут и миллион не приделал. Но в моменте, давайте так, как трейдеры, как ходлеры, да, как инвесторы, мы с вами понимаем, что нужно просто тупо сидеть в битке и в хороших стопудовых альтах, которые, кстати говоря, напишите в комментарии, какие вы считаете альты стопудовыми хорошими альтами и почему. Почему именно вы считаете проект Ethereum или проект Solana или проект, я не знаю, там Polkadot, Dash, какой, напишите сами. Почему именно вы считаете, что он одержит успех и останется в долгу на этом рынке? Потому что, на самом деле, мы с вами понимаем, что там, ну, 99% это просто скам. Надо это понимать в долгу, это все никому будет не нужно. Вот эти все вот фантики. Ну, как бы, я промолчу, ладно, на сегодня, чтобы этот обзор был короткий. Вот. Но, тем не менее, посмотрите, как это все выглядит. То есть, с учетом денежной массы, с учетом скамов, ARS и фиатных валют, тут просто, как бы, дорога в бесконечность открыта. Но, друзья, есть такая штука, как локальные движения. Вот. И тут, понимаете, с одной стороны, да, по идее, вот оно. Что еще надо? Пробить all-time high, халвинг на носу. Все просто, как говорится, to the moon не хочу, да? Поэтому даже мой локальный настрой на шорт, возможно, неправильный сейчас и не оправдает себя. Ну, просто представьте, сколько народу сейчас хотят биткоин купить ниже, где-нибудь вот здесь, на сетке, по 47. Просто представьте, что он сейчас берет и вот так вот параболически взлетает сразу на 100 с чем-то. Вы понимаете, какое фома начнется? Фома начнется нереальная. Вот. И там-то как раз опять все и купят, и вот тогда будет локальный шорт, и потом дальше наверх. Поэтому, я еще раз говорю, я не призываю шортить. Я просто вижу то, что мы действительно очень сильно перегреты локально по осцилляторам. У нас тут вот красные точки на… Несмотря на то, что на зеленом money flow. То есть, money flow говорит нам, чуваки, деньги идут в рынок. Деньги идут в рынок. Но посмотрите, друзья, деньги и тут тоже шли в рынок. И вот тут вот тоже был зеленый money flow. Были красные точки, мы упали. Ну, это был ковид, конечно. Черный лебедь, вы скажете. Но мы упали все равно на 60 с чем-то процентов. Здесь, обратите внимание, тоже был зеленый money flow. Но начались красные точки. И что? И мы упали. Даже хоть мы потом еще выше сходили. Будем считать внутри бычьего рынка, да? Но все равно мы упали на 55 процентов. Так что, еще раз, не поймите меня неправильно. Я просто жду какую-то более-менее существенную коррекцию. Вот мы приближаемся на дневной таймфрейм. Что мы здесь видим? Что? Существенную коррекцию, да? Ну, то есть, опять же, moving'и, конечно, подтягиваются. Но как минимум мы их обязательно вернемся на ретест. Может быть не сейчас. Может быть после сильного плевка наверх. И тогда этот ретест будет выше, чем я рисую. Ну, как минимум, грубо говоря, туда, где мы сейчас, мы вернемся. Понимаете? Даже если вдруг сейчас начнется аномальный рост на 100 тысяч, то значит мы потом сюда упадем еще раз, и сетка подрастет, и отобьемся. Не бывает так, чтобы, посмотрите, чтобы мы не возвращались к сетке. Даже когда мы очень сильно от нее улетаем, мы потом обязательно к ней возвращаемся на недельном таймфрейме. Либо возвращаемся, либо даже вниз под нее уходим. Ну, на недельке это скорее на дне, на медвежьих рынках мы под нее уходим вниз. Но, тем не менее, мы же уходим под нее вниз. Значит, это обязательно еще раз произойдет. И еще раз, это не какая-то магия там. Просто это всего лишь сетка средних скользящих. Она показывает средне взвешенную цену биткоина. То есть вот, видите, мы уходим периодически выше нее. В бычьих рынках мы находимся выше нее. В медвежьих рынках мы находимся ниже нее. Посмотрите сами. Поэтому мы сейчас определенно в бычьем рынке. Но, как вы посмотрите, покупать на бычьих рынках тоже нужно стараться на коррекциях, на 30, на 20, на 40% коррекциях, когда мы отбиваемся от мувингов. И здесь было то же самое. И здесь, так что, и здесь тоже вот. Вот мы, когда перевернулась сетка, то есть это было подтверждение бычьего тренда. Поэтому, еще раз говорю, сохраняйте холодную голову. На мой взгляд, сейчас вырисовывается супер хороший шартовый заходной. Торговать этим всем можно, конечно же, на лучших биржах. Ссылки на которые также вы найдете в описании. По моим позициям, что я могу сказать. У меня пока прикрыты все позиции на дипкоине. Я здесь собираюсь открыть хеджевые шарты, как минимум по биткоин кэшу. Если мы сейчас улетим куда-нибудь на 1000 баксов, я там буду скальпить. У меня при этом идет набор, до набор альткоин портфеля к биткоину на фемиксе. О чем я вам говорил. К биткоину и к BNB, на самом деле. То есть я шарчу BNB и биткоин против других альтов. Идет все еще набор этого портфеля. Кому интересно, обязательно оставайтесь на канале. Смотрите и также пишите еще раз, я вам говорю, монеты, которые вы считаете, что реально стопудовый для этого цикла. Я их также смогу здесь набрать. Вы в курсе, что здесь вы можете к биткоину набирать любые монеты всего под 1,3% годовых за займ в биткоинах. То есть вы кладете сюда хоть что угодно и берете еще в 3 раза больше биткоина за 1,3% годовых. Это очень удобная штука, чуваки. На Bybit у меня все еще открыта часть позиций. Но я вот смотрю здесь на токен Medieval Empires и прямо сейчас хочу продать по рынку 175 тысяч токенов. Потому что, guys, мы в него инвестировали по 0,005. Он сейчас стоит 0,03. То есть это 6 иксов. Я просто сейчас беру, опять же, дисклеймер, не финансовый совет. Проект замечательный, проект прекраснейший. Но я беру и по рынку сейчас просто рисую дамп. Смотрите, бам, вон, видели, что гринни сделал. Я просто сейчас задампил цену ми. Но, кстати, не сильно, смотрите, хорошая ликвидность, надо сказать. Но я продал только что ми на 5 тысяч долларов. И, кстати, запустил дамп, походу. Потому что, guys, ну, как бы у меня 6 иксов, как с куста. Вы смотрите сами, что вам делать. Я верю в этот проект. Это хороший проект. Я буду его еще откупать, но буду откупать немного пониже, guys. Цена входа инвесторов 0,005. И вы его могли купить тоже. Там же даже ниже он падал. Я об этом говорил, трубил всю медвежку, так же, как и про касту. Кстати говоря, а вот с кастой ситуация другая. Каста растет. И она, в отличие от ми, Medieval Empires, который тоже замечательный проект. Я еще раз говорю, я буду откупать, но позже. Сейчас просто в Medieval Empires все еще идут разлоки. Поэтому цену обязательно еще ушатают. А вот касты, ребята, разлоки уже закончились. Поэтому касты, на мой взгляд, опять же, дисклеймер, не финансовый совет. Не надо бежать делать все то же самое, что делаю я. Я просто с вами делюсь. Но касты прикупить можно. 1050 монет. Тоже по рынку. И пропампить ее заодно. Согласны? Надеюсь, что согласны. Пампим касту. О, вот понимаете, где великий манипулятор. Пампим касту, друзья. Так, 50 тысяч монет купили. Отлично. Потихонечку скупаем сей замечательный продукт. Потому что он реально лежит под своим дном. Что касается деривативов. Это был спот трейдинг. Да, этих монет еще нет на фьючерсах. Что касается деривадос. Ну, здесь просто плавно продолжаем разгружаться. Я думаю так. Я поставил стопы. Вот, можно стопы уже, в принципе, двигать в безубыток плюс-минус. Или даже в профит. Да. Я как минимум подвину стопы в профит по эфиру и битку. У меня маленькие здесь позиции уже остались. Я практически все вывел. Если вы с нами на канале, то вы видели. У нас все трейды были просто восхитительные из последних. И кучу профита забрали с вами. У меня здесь еще не все. У меня подполька доту закрылся. Закрылся Realized PNL по XRP тоже. По Litecoin. Вот, кстати, Litecoin неплохо сейчас пошел. Вот Litecoin, я думаю, надо вразрез со всем рынком держать пока. Что? Он может реально сейчас, может биток и эфир начать дампить в какой-то момент. А Lite просто возьмет и улетит на 200-300, на 500. Понимаете? Мы что, это с вами не видели, что ли? Довите миллион раз. Откройте просто их пары к битку и посмотрите, как они себя ведут на флете или на дампе. Вот. Dash, Audio. Опять же, то есть, в принципе, без изменений. Если вы меня смотрите. Mana. Понемногу лангую альты. Верю в Alt Season. Потому что, да тут что верить-то? Вот мы все видим просто. На экране мы видим, что альты многие иксуют уже давно. Пока люди там сомневаются и выясняют, не скам ли это все и не потеряют, дадут ли им 100% гарантию того, что они не потеряют деньги. Вот пока они это делают, мы, собственно, с вами и зарабатываем. Поэтому, если вам нравится такой контент, обязательно ставьте лайк. Помните, друзья, что у нас с вами халвинг биткоина уже практически через 12 дней. Это супер знаменательное событие, которое в долгу, естественно, положительно скажется на цене актива. И не дайте себя вытряхнуть из ракеты, друзья. Помните, что все это делается, весь этот фат, все эти новости подливают и так далее, для того, чтобы вы вышли, а BlackRock и другие же с ними скупили ваши битки. Не продавайте никому ваши битки. Так что это был короткий апдейт, ребят. Не вешаем нос, торгуем аккуратно, двигаем стопики, если они есть, если их нет, то ставим, так же, как и лайки, ребята, так же, как и тейки. Проверяем, подписаны ли вы на наш канал, нажат ли у вас на колокольчик, и так же подписаны ли вы на правильную телегу. А у меня на этом все. С вами был Гриня. Спасибо, что смотрите. На Апексе все, надеюсь, зарегистрировались уже на децентрализованной бирже от Bybit. Если нет, то ссылочка тоже в описании. И пока-пока, до скорой встречи в следующем выпуске. Всем профитролей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok